Борьба с бюджетным дефицитом. Со следующего года мэрия Ярославля планирует поднять ставки налога на вмененный доход. На этот шаг городские власти вынуждены пойти из-за большой дыры в городской казне, оставленной прежним руководством Ярославля. Коэффициенты роста вмененки для разных видов предпринимательства будут отличаться. Максимальное предлагается установить для бизнесменов и владеющих маршрутками. Больше платить придется также тем, кто занимается наружной рекламой, торговлей и общепитом. Мэрия рассчитывает, что благодаря изменению налогобложения бюджет города дополнительно получит порядка 100 миллионов рублей. В ближайшее время фискальные предложения будут вынесены на обсуждение нового муниципалитета Ярославля. Сравнивали обычный автобус маршрутный, который работает в нашем ПТП и с него налоги платятся на полной системе. И у него там получается порядка 23 тысячи рублей. А обычное маршрутное такси у частного предпринимателя платит всего 4 тысячи рублей, да и то половина может быть принятых зачетов в качестве социальных взносов. То есть, ну, понятное дело, что несоизмеримые и, безусловно, льготные даже после тех повышений, которые произойдут. Что касается в целом повышения, это, безусловно, связано с дефицитом бюджета, федеральным законодательством определенной границы, в рамках которых мы можем поднимать. И всего некоторые виды поднимаются на максимум. Поэтому, в любом случае, даже с учетом повышений, все равно наши коэффициенты остаются льготными.